Шеф-повар, Максим Григорьев. Котлеты с черемшой и шпинатом. Добавление черемши в самые разные блюда помогает придать им новый вкус и немного витаминизировать. Так было и с обычными куриными котлетами, которые я хотела сделать более полезными. Кроме того, помимо черемши в котлеты я частенько добавляю припущенный шпинат. Моим близким котлеты очень понравились, особенно детям, что меня как маму не могло не порадовать. Время приготовления – 10 минут. Ингредиенты. Кунжут белый 2 столовые ложки. Куриное филе 700 грамм. Лук репчатый 1 штука. Молоко 70 мл. Панировочные сухари 100 грамм. Перец черный молотый 1 щепотка. Соль 1 щепотка. Хлеб белый 1 50 грамм. Черемша 50 грамм. Шпинат 50 грамм. Яйца куриные 2 штуки. Шаг 1. Для приготовления котлет нам понадобится куриное филе, пучок черемши и пучок шпината, ломтик хлеба, молоко, яйца, крупная головка репчатого лука, панировочные сухари, а также соль и перец. Шаг 2. Хлеб замачиваем в нехолодном молоке. Я всегда замачиваю вместе с коркой, поскольку пеку свой хлеб. Если вы не любите использовать корочку, то можете ее срезать. Шаг 3. Куриное филе перекручиваем на мясорубке вместе с лучком. Шаг 4. Зелень шпината и черемши промываем и просушиваем. Режем мелко листочки шпината и веточки черемши вместе со стебельками. Шаг 5. В сковороде разогреваем 1 столовую ложку растительного масла и в течение 1 минуты слегка припускаем шпинат и черемшу до мягкости. Шаг 6. В куриный фарш добавляем размокший хлеб, негорячую черемшу и шпинат, а также яйца, соль и перец. Перемешиваем все ингредиенты до получения однородной массы. Шаг 7. В отдельной тарелке смешиваем панировочные сухари и кунжут. Шаг 8. Формируем из фарша котлетки и обваливаем их хорошенько в панировке. Шаг 9. Обжариваем на разогретой, с растительным маслом, в сковороде на среднем огне по 4-5 минут с каждой стороны. Шаг 10. Выкладываем на бумажное полотенце, чтобы убрать излишки масла, а затем перекладываем на тарелку. Подаем с любым гарниром. Шеф-повар, Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.